Получившая накануне мандат на формирование коалиции большинства фракции СДПК заявляет о начале переговоров с лидерами других фракций. Очертания будущего альянса уже видны. Сейчас точно известно о том, какие фракции однозначно в него не войдут. Это «Юнигой прогресс» и «Атамикен» и, возможно, «Бирбол», которая тоже активно торпедирует инициативу проведения конституционной реформы. Канад Канеметов продолжит. Создаваемая коалицией большинства, кажется, понятны как никогда. Как говорится, к гадалке не ходи. И лидер фракции СДПК намеками дал понять, что прогнозы, сделанные сразу же после развала прежнего альянса, в принципе верны. Вот какие были предположения. СДПК позовет в коалицию фракцию Кыргызстан с ее 18 мандатами, ну и, конечно, Республику Атаджурд, у которой 28 мандатов. 84 депутатов вполне достаточно для устойчивости альянса. Карликовы и на фоне других фракций «Бирбол», «Юнигой прогресс» и «Атамикен» вполне могут остаться в парламентской оппозиции. Как и ожидалось, мандат на формирование коалиции президент дал лидеру социал-демократов. Исау Муркулов утверждает, что конкретных переговоров ни с одним из лидеров фракции пока не было. Поводов для спешки нет. По Конституции еще есть 15 рабочих дней. Мы начинаем консультацию с сегодняшнего дня. У нас по закону есть 15 дней, но мы, конечно, постараемся завершить оперативнее, потому что правительство должно работать, оно не должно находиться в висячем положении. Тем более, сейчас предстоит зима. Коалиция большинства распалась прежде всего в связи с серьезными внутренними противоречиями. Фракции, находящиеся в Альянсе «Атамикен» и «Юнигой прогресс» начали свою игру и выступили против социал-демократов. Инициативу конституционной реформы они бомбардировали по всем направлениям. Впервые развал коалиции прошел на основе каких-то серьезных принципиальных политических вещей. Если вы помните, раньше развал связан с чем был? Со скаковой лошадью, с фотографией, кого-то где-то с кем-то. Но впервые хоть какие-то идейные противоречия, хоть какие-то противоречия в видении страны, в стратегии развития страны, разные позиции. То есть меня, как политолог, это радует. Потенциальные кандидаты на вхождение в Альянс утверждают, что у них особые условия. Например, Канадбек Исаев посоветовался с товарищами и решил отстаивать позицию, что в случае попадания в коалицию все министерские посты, числящиеся за фракцией Кыргызстан, должны быть сохранены. Если мы сохраним фракцию Кыргызстан, сохранить членство в коалиции, то как минимум мы свои позиции должны сохранить там. Умирбек Бабанов тоже не прочь порулить, хоть в этом, в открытую и не признается. Он последовательно поддерживал инициативы социал-демократов и теперь ждет переговоров с Умиркуловым. Нынешний состав кабинета министров Бабанову не нравится. Говорит, некоторых членов правительства нужно обязательно уволить. Относительно того, что даже если мы будем в коалиции или не будем в коалиции, вне зависимости от того, где мы в оппозиции или в коалиции, мы по структуре правительства будем предлагать свое видение. По составу правительства мы будем предлагать тоже, наверное, определенных людей рассмотреть. Или, по крайней мере, по определенным кандидатам мы будем открыто против выступать. Часто критикуемая в парламенте министра образования Эльвира Сариева цепляться за кресло не стала и ушла добровольно. Остальные же министры сейчас в подвешенном состоянии. Уйдут или оставят? По премьеру вроде ни у кого вопросов нет. По крайней мере, его замены пока никто не требовал. Ну, предполагаем, что основной костяк правительства должно остаться. Ну, смена обязательно будет, наверное, из числа министров, потому что это будет зависеть от конфигурации, какой будет коалиция большинства. Изменения обязательно будут, и она, наверное, где-то через неделю будет примерно контур видна. Социал-демократы намерены объединиться только с теми фракциями, которые имеют созвучное мнение по большому спектру принципиальных вопросов. Самый главный из них, наверняка, конституционная реформа. Мы пойдем всеми по одной дороге, кто разделяет самые принципиальные вопросы, которые стоят перед страной. Когда это будет созвучно, когда это будет вместе, то, естественно, коалиция будет прочная и работоспособная. Не стоит сомневаться, что альянс будет создан с первой попытки. Опыта парламент в этом деле подкопил достаточно, и какого-либо ажиотажа вокруг этой темы наверняка не будет, как это было с первой коалицией пятого созыва Чугур-Кукиниша.